На сегодняшний день в Приморье выпущено более 400 тысяч карт системы МИР, а в России их более 37 миллионов. Переводят бюджетников на национальные платежные инструменты коммерческие банки. Именно они выпускают карты МИР, обслуживают их и заключают зарплатные соглашения с бюджетными организациями. Если по какой-то причине в банке отсутствует заявление о зачислении заработной платы на карту МИР, у банка есть 10 дней на то, чтобы связаться с таким клиентом физическим лицом и либо получить у него необходимое заявление, либо определить с клиентом любой способ выдачи ему заработной платы, как я уже сказала, либо наличными, либо зачислить на счет, куда он скажет. Напомним, поводом для создания платежной системы МИР стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Тогда виза и мастер-карт заблокировали операции по картам некоторых российских банков. Национальная платежная система создавалась как альтернатива иностранным. Сегодня доля карт МИР на российском рынке составляет порядка 14%. «Теперь у нас в этом году основной упор будет сделан на то, чтобы клиенты как можно чаще пользовались нашим инструментом, а не только получали на карту МИР зарплату», – говорит Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России. У системы есть свои преимущества и недостатки. Из преимуществ карта будет работать вне зависимости от того, какую политику проводят по отношению к России международные платежные системы. Также можно отметить наличие собственной бонусной программы, достаточно низкую стоимость обслуживания и возможность загрузки нефинансовых приложений. «Например, транспортные приложения. То есть сейчас прорабатывается вопрос, чтобы картой платежной системы МИР можно было рассчитываться в транспорте на всей территории Российской Федерации. Нефинансовые приложения к платежной системе МИР – это приложения социальные, то есть это выдача бесплатных лекарств, это пропуск в кампусы университетов и так далее». К недостаткам можно отнести тот факт, что не все банки предоставляют возможность зарегистрировать карту в платежном сервисе Samsung Pay. А еще МИР не везде принимается за границей. «В настоящее время заключены кабейджинговые соглашения с China Union Pay, MasterCard – это маэстро-система и японская GSB. Также карта платежной системы МИР принимается на территории Армении». В любом случае у граждан сохраняется возможность получения заработной платы всеми установленными законом-способами. В безналичном порядке на счет, к которому не привязана платежная карта, или наличными средствами через кассу своей организации. Кстати, карту МИР может получить любой желающий. Для этого нужно прийти в банк и написать заявление на выпуск карты. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на 8.